Так происходит процесс обработки коксового угля, который в дальнейшем употребляется в металлургической промышленности. Собственными глазами увидеть его производство смогли участники молодежного промышленного тура. Идея возобновить такие туры возникла в прошлом году на заседании общественной палаты Московской области. Ее представители обсуждали вопрос, как заинтересовать подрастающее поколение, выбирать технические профессии. Решили, что просто необходимо показывать школьникам работу крупных предприятий региона изнутри. Мы хотели создать тот формат, когда люди по желанию, молодые люди будут посещать такие предприятия. И, естественно, они приходят для того, чтобы изучить, возможно, потом примут дальнейшее решение о трудоустройстве, возможно, в это предприятие. Мы стараемся показывать именно в таких мол-промтурах вообще всю цепочку развития и производства, и работу с кадрами, и до общения с первыми лицами компании. В рамках мол-промтура организаторы вместе с молодежью Подмосковья уже успели посетить ряд производств. И очередным местом дислокации стал московский коксогазовый завод. На Москоксе трудятся более тысячи человек. Есть представители умственного труда, как, например, инженеры. Рабочие же приходят на производство без какой-либо специальности, и здесь их обучают навыкам профессии. Нехватки в штате на предприятии нет, но руководство завода всегда рады новым кадрам. Мало у кого появляется возможность посетить предприятие таких масштабов и увидеть его работу изнутри. А у учащихся видновских школ такая возможность появилась, чему они очень рады. В таком большом заводе я никогда не была, я очень много узнала, и мне очень понравилось. Эта экскурсия прошла очень плодотворно для меня, и мне очень интересно. Это градообразующее предприятие, и город Видно должен гордиться тем, что у нас есть такой вот завод. В конце экскурсии у участников была возможность встретиться с руководителями цехов завода и задать свои вопросы. Большинство из них касались трудовой деятельности работников предприятия. Какие на нем существуют специальности, закончив какой институт можно устроиться на завод, условия труда, какова средняя заработная плата и перспективы карьерного роста. Огромный провал в профтехобразовании. С тех пор, как у нас разрушился Советский Союз, получается, что на протяжении вот этих 25 лет среднего профтехобразования как такового нет. У нас все дети хотят быть менеджерами, бухгалтерами, юристами, адвокатами, кем угодно, но только не хотят приобретать рабочую специальность. Дети уходили с завода под впечатлением. И кто знает, может быть, хотя бы один из них при выборе профессии отдаст предпочтение Москоксу. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, ВИДНЭТВ.